Всем привет! Сегодня очередное видео о новинках одежды. Апрель обещает быть очень насыщенным. Я не помню, когда в моей жизни одновременно происходило столько интересных, приятных, ярких событий. И я могу сказать только одно. Обо всем вы, конечно же, узнаете по порядку, но мечтайте, верьте в себя, верьте в судьбу. И обязательно все сбудется. Я вам этого желаю. Вы видите, что у меня очень хорошее настроение, несмотря на то, что у меня скарлатина. Может, это антибиотики на меня так влияют. В общем, не знаю, не важно. Главное, что я иду на поправку, и скоро все устаканится. В конце этого месяца мы едем в Украину на свадьбу всей семьей. Наконец-то я так счастлива. И я вообще не переживала по поводу наряда, потому что у меня есть несколько платьев, которые уже, господи, не один год жду, когда я их надену на какое-то более торжественное мероприятие. Не просто на обычную вечеринку, на которую мы и так, я не знаю, когда последний раз ходили. И у меня также есть удобные туфли и удобные босоножки. Но оказалось, что на свадьбе будет дресс-код. Это всё очень классно, потому что я с уважением отношусь к невесте, к организации. И когда я иду на такую свадьбу, прямо аж дух захватывает. И я знаю, сколько времени, я представляю, сколько времени и сил на это потратили организаторы и вообще виновники торжества, то есть невеста, жених. И мне не хочется их подводить. И это настолько красиво. И в такие моменты, мне кажется, почему я не хотела своей свадьбы. У меня, кстати, есть отдельное видео о свадьбе вообще, о том, как мы познакомились с моим мужем. Поэтому можете посмотреть. Я никогда не мечтала о платье, но когда я прихожу на такую свадьбу, думаю, блин, может второй раз себя устроит. То есть когда у нас будет какая-то годовщина. И оказалось, что у меня нет платья в нужном цвете. И тут началась головная боль. Потому что я заказала из Asos, да я не знаю, около 10 платьев. Я перемерила все и долго не могла найти то, которое будет мне подходить, в котором мне будет комфортно. В конечном итоге оставила себе два, из которых мне надо выбрать одно. Поэтому буду благодарна за ваше мнение, за взгляд со стороны, скажем так. Первое платье в очень нежном, холодном, сиреневом оттенке. И именно его я немного побаиваюсь, потому что я сейчас настолько бледная, что я могу просто-напросто с ним сливаться. Я не хочу делать какой-то яркий макияж на свадьбу. Поэтому, ну вот, не знаю, что скажете вы. И второй момент, точнее два очередных. Это открытая спина и прозрачная ткань спереди. То есть в этом фасоне платье вообще не предполагается какое-либо белье. Я знаю, что на Asos есть разные наклейки на грудь, которые каким-то образом напоминают бюстгальтер. Вообще-то мне там практически нечего скрывать, но без белья я себя чувствую скованно, неуверенно. Поэтому придется приклеить хоть какие-то наклейки. Если у вас есть проверенные, то делитесь. Второе платье я тоже купила на Asos. Оно в таком персиковом, пудровом оттенке. Вообще вся свадьба будет очень утонченной. И мне не хочется быть белой вороной и прийти, например, в своем красном костюме. Но тут тоже меня ожидал сюрприз. Потому что оказалось, что это платье идет, как это называется, с подъюбником. С такой неприятной сеткой, которая делает платье слишком пышным, принцессичьим. Сейчас мне этого не хочется. И, к счастью, она здесь так удачно пришита, что я без проблем от нее избавлюсь. Скорее всего, я именно так и сделаю. Если я решу оставить это платье, мне очень нравится ткань, потому что она мягкая, приятная к телу. Не мнется, что немаловажно. Надеюсь, что в этом платье не будет жарко. Хотя в конце апреля, ну не думаю. И английская пройма мне очень нравится именно на моей фигуре. Кстати, я всегда делюсь с вами полезной информацией о том, как можно сэкономить. И я уже как-то знакомила вас с сервисом Picody. Это сайт, на котором собраны разные бесплатные купоны и промокоды, которые дают эксклюзивную скидку в ваших любимых интернет-магазинах. Я знаю, что сейчас у них действует купон, дающий скидку 15% на все на Asus. Поэтому, если вы планировали, хотели купить что-то на новый сезон, то самое время, потому что такие скидки на все категории случаются на Asus крайне редко. И также Picody есть в Телеграме. Я знаю, что там они отправляют все самые горячие предложения. Ссылки и на сайт, и на Телеграмм Picody я оставлю внизу. Пользуйтесь. Потому что мне кажется, что никто не любит переплачивать. И, слушайте, недавно я заглянула на сайт Mango. Я обожаю онлайн-шоппинг. Я уже так разленилась, что не хожу по стационарным магазинам. Зашла в раздел новинки и сразу же отметила для себя то, что мне хотелось бы носить в этом сезоне. И Mango тоже есть на Asus. Поэтому, если в ваших странах нет Mango, то можно поискать на Asus. Конечно, там представлен не весь ассортимент, но, во всяком случае, хотя бы частично есть этот бренд. Я себе купила вот такой брючный костюм. Меня он сразу сразил своей расцветкой. А когда приехал, еще и тканью она очень мягкая, комфортная. Это костюм, это брючный костюм на каждый день. То есть, что-то неофициальное, даже под спортивную обувь. Я понимаю, что это не всем может понравиться, но с конверсами, с такими классическими белыми кроссовками Reebok, с кожаными. Очень красиво выглядит. Конечно же, с каблучком, с балетками. Просто я хочу сказать о том, что это очень универсальная вещь. Комплект, который вы сможете носить и в офис, и на работу, и на прогулку с детьми, и на встречу с подругой. И даже в театр, куда угодно. Да, эта ткань может немножко мяться. Но как-то не особо я бы не сказала, что это что-то проблемное. И да, я очень довольна этой покупкой. Есть очередное. Но я купила себе брюки в 36-м размере. Потому что нигде в Кракове уже нет 34-го. Это такой конкретный оверсайз. То есть, если даже я возьму 34-й, то это не совсем XS. Потому что они свободные. 36 на мне болтается. И я жду, когда эти костюмы еще довезут к нам, чтобы наконец-то хоть где-то отхватить свой размер. Если нет, то буду ушивать. Настолько мне нравится этот костюм. И следующую обновку из манго я наглым образом скопировала у Ани Купер, которая примеряла этот комбинезон в сторис в своем инстаграме. Я посмотрела, написала ей, что очень-очень идет. И спустя какое-то время я решила, что может стоит попробовать примерить что-то такое. Когда этот комбинезон ко мне приехал, я надела его и поняла, что блин, он так сильно меня стройнит. Он настолько хорошо сидит. Может, такой коричневый цвет мне не совсем по душе. Но в сочетании с белым горохом и с ретро-очками, которые я уже присмотрела в Кракове, просто надо подъехать и выбрать цвет стекла, который я хочу заказать с диоптерами, чтобы потом носить эти очки на пляже, водить в них машину. И еще подумала о том, что я выступлю в этом комбинезоне в очках и с соломенной сумочкой в Париже. И решила, да, надо оставлять. Вы, наверное, сейчас подумаете, что я вообще того из-за болезни. Потому что это не совсем мой стиль. Я все-таки предпочитаю что-то более базовое, классическое, с какими-то трендовыми элементами. Но белых ретро-туфлей вы точно от меня не ожидали. Они на небольшом устойчивом каблуке. Я посмотрела-посмотрела на них и подумала, почему бы и нет. С комбинезоном, с белыми брюками, которые я тоже купила в Zara. Я их отношу сезон, и они не были слишком дорогими. Даже если в следующем году они станут неактуальными, то ничего страшного. Хотя бы на несколько раз для каких-то необычных, нетипичных для меня, может, образов, я говорю, да-да-да. А вот и брюки, о которых я только что говорила. Классические, стандартные брюки, которые я покупаю без примерки в Zara. Потому что они всегда в одном и том же размере, хорошо сидят. Zara, слава богу, с ними не экспериментирует. Поэтому я бы вообще скупила все расцветки таких брюк и носила бы каждый день. Но, может, через день. Потому что тут и брючные тостюмы, тут и джинсы какие-то. Но мне кажется, что мне довольно неплохо именно в классических брюках. Не в скини-джинсах, не в свободных джинсах. А в брюках, ну, может, белый сейчас будет меня полнить в примерке. И вообще, я не особо знаю свои хорошие ракурсы. Но я уже не раз слышала от окружающих, что мне хорошо в классике. Я же еще не все показала из манго. Как я могла? Исправляюсь. В разделе с бижутерией я нашла вот такой классный аксессуар. Прекрати, пожалуйста, тарахтеть. Не могу с ним справиться, чтобы он не шумел. И, к примеру, если я надеваю обычный базовый белый серый черный топ, я дополняю свой образ какими-то аксессуарами. И, к примеру, вот этот будет смотреться замечательно. Но я всегда выбираю топы, футболки не с каким-то декольте глубоким, потому что мне показывать нечего, а больше так под шею. И тогда класс. И еще в манго купила себе пояс. Вот пока что думаю, потому что серебро, ну, не знаю, у меня очень много летних сумок с разными такими золотистыми элементами. И я не могу, не могу, когда и серебро, и золото одновременно кому-то это не мешает. Я сама по себе знаю, что меня это будет выводить из себя. Так что пока что думаю, а вообще именно такую модель я хотела для того, чтобы носить с жакетами, с платьицами, с какими-то... У меня есть летние, скажем так, ботинки, ботильоны, свободные, в немножко таком ковбойском стиле, рыженькие. И я хотела это все носить вместе. Но пока что думаю. И еще я планировала носить этот пояс с платьем-рубашкой, которое я купила на ASOS с мыслью о отпуске. Ткань просвечивается, поэтому я бы не рискнула выйти в этой рубашке в качестве платья, к примеру, куда-то в город. Но если надеть джинсовые шорты, обычный какой-то белый топ под низ, и потом вот это платье с поясом, еще у меня есть очень классные. Это то ли ботинки, то ли босоножки, но в общем вместе это смотрится здорово. Не знаю, нравится ли вам такое, но я обожаю. И еще, девчонки, скажите мне, пожалуйста, что вы носите дома? Я зачастую хожу в спортивных штанах, в каких-то лосинах и в обычных футболках, в кофточках. Потому что я мерзну и в футболках я хожу только летом. И сейчас вот в Заре увидела очень удобные штанишки. Они представлены в нескольких расцветках и классная плотная ткань. Только учтите, что немного растягиваются. И я так подумала, что сейчас начинается сезон поездок разных грилей, так что эти брючки мне однозначно пригодятся. В Старагивариусе купила себе несколько вещей, в том числе и джинсовую куртку, в которой я сейчас сижу. И мне очень понравилось то, что она удлиненная, не слишком классическая, то есть с какими-то потертостями, с укороченными шортами. Как? Шорты бывают удлиненными? В общем, с шортами, просто с обычными белыми брюками, с чем угодно, с платьицами. Мне очень понравилась эта куртка. Она была недорогой. Я решила ее купить, потому что те модели, которые у меня были, они вроде как классические, но что-то в них не так. Я выгляжу в них как подстреленная. Кстати, я планирую сделать весенний разбор гардероба, где мы рассмотрим мои базовые вещи, которые уже вышли из моды, и от них просто надо избавиться. Так что вот вернусь, я сейчас еду в Москву, потом вернусь и сниму. И в Старагивариусе еще купила себе юбку. Немножко сомневаюсь, скажу почему. Мне очень нравится расцветка. Она летняя, вообще морская тема. Сочетание там красного, белого, синего. Это всегда вне моды. Сейчас горошек, ну то есть можно было купить полоску, но мне захотелось в горох. С красными босоножками или с красной сумочкой и с объемной белой рубашкой эта юбка будет смотреться потрясно. Но я не знаю, зачем они сделали такую синтетическую подкладку в этой юбке, что как бы я побаиваюсь, что мне будет в ней жарко. И пока что думаю, если найду что-то хорошее, качественное, пусть даже дороже, но в похожей расцветке я обязательно приобрету. Еще покопаюсь на Asos. И, кстати, в H&M заказывала себе серую объемную кофту с капюшоном. И мне хотелось носить ее с тренчем. И я купила себе три, чтобы дома примерить, потом решить, какую я оставлю. Нет, нам не понравилось. Еще присмотрела себе на Asos. И я снимаю заранее, но когда будет второе число, я также на Asos воспользуюсь скидкой 15% и попробую еще там прикупить. И последняя моя обновка это черный купальник, который я не стану примерять, но все равно хочу, чтобы вы знали, что на Asos есть огромный выбор. Я свой купила именно там. Я долго хотела нераздельный черный купальник, который мне пригодится и в бассейне, и иногда на пляже. В общем, не знаю, почему-то мне захотелось купить именно такую модель. И я не хочу говорить о том, что черный там стройнит или нет, что хочется что-то скрыть. Просто мне захотелось, и я несколько месяцев заказывала из Asos разные модели. Хотела выбрать что-то, что будет сидеть на моей фигуре, так как я это вижу. И наконец-то, аллилуйя, с пятого раза это получилось. Вот, очень удобно. Что-то заказывать домой, потом отправлять. У меня лежит несколько посылок, которые поедут обратно. Вот, оставлю вам также ссылки на те платья, которые мне понравились на Asos, но просто там цвета были не мои. Если вы ищете что-то нарядное, на свадьбу, на выпускной, то присмотритесь к ним. И да, на этом у меня все. Всех целую и обнимаю. Если вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. Мне всегда очень приятно получать от вас отдачу. Все, пока-пока.